Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». Новогоднее наше настроение, подведение итогов и, конечно же, поздравления с наступающим Новым годом. В студии здесь у нас в гостях. Наша постоянная гостья, которая приходит к нам, мы ее всегда зовем и всегда узнаем что-то новое, что-то хорошее и внимание жизни утверждающего, потому что профессия такая. Татьяна Николаевна Мельник, главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства, почетный гражданин городского округа Люберцы и заслуженный работник здравоохранения Московской области. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Николай. Ну, мы как бы в таком новогоднем, вроде бы, антураж, у нас все как положено. Но вот главная задача. Начнем с лирики, и лирикой закончим, потому что будет поздравление, конечно. Как у нас по-прежнему хотят женщины рожать детей? Все говорят о новой какой-то демографической яме, там, то и все. То есть как у вас в этом году увеличилось, уменьшилось? Ну, у нас из года в год количество родов увеличивается. Вот это уже радует. Я хочу сказать, что это не огромная цифра на увеличение. Но во всяком случае, если в прошлом году у нас за год прошло 4200 родов, то в этом году мы ожидаем 4500-4600. То есть количество родов растет. Количество беременных женщин, которое встало на учет, оно тоже не уменьшается. Оно немножко, но прибавляется. И, наверное, это благодаря тому, что правительство нашей страны делает очень много для поддержки и беременных женщин, и молодых мам, и, конечно, детей. Это всевозможные социальные пособия. Заинтересованность растет. Конечно. И, естественно, финансовая составляющая этого всего. Это и материнский капитал, который увеличивается. Это и пособия на рождение ребенка и содержание ребенка и до года, и до трех лет, и так далее, и тому подобное. То есть очень много социальных пособий, которые сегодня направлены на то, чтобы стимулировать наших женщин рожать. Ну и это работает. То есть вы чувствуете, оно же у нас несколько было волн всевозможных социальных плюсиков, которые и семейные, и просто для того, чтобы вот этот демографический вопрос решить. Но сегодня мы подводим итоги 2023 года, который, казалось, только вчера еще начинался. И вот он уже практически передает бразды правления 2024 году. Поэтому мы и мостик своеобразный выстроим. Но пока начнем с того, что же удалось сделать вашему такому известному, очень популярному предприятию, что называется, предприятию, в хорошем смысле этого слова, с именем, Мацонду за прошедший отчетный период. С чего начнем? Да. У нас очень большая структура. Это структура, которая в себя включает две самые приоритетные службы. Это служба родовоспоможения и служба детства. Это самый приоритет. Поэтому, если начать с детства, то на сегодняшний день это единственная, большая, самая большая, многопрофильная детская больница в Московской области, которая имеет в своем составе 18 отделений. Из них очень много единственных в Московской области отделений, которых нет больше нигде в Московской области. Это отделение детской нейрохирургии, это отделение детской урологии, это палеотивное отделение, это неврологическое отделение, это отделение хирургии новорожденных и другие отделения, которые являются единственными в Московской области. Придем мы, я надеюсь, с хорошими результатами, потому что мы уже подводили итоги за 9 месяцев, и количество пациентов, которые поступили и прошли лечение в нашей больнице, были выписаны домой, увеличилось почти на 2,5 тысячи. Это много, это очень хорошая цифра. За это время у нас немножко обновился состав. К нам пришли новые доктора, молодые доктора, очень хорошие доктора. Они влились в наш коллектив дружный. Пришли новые заведующие отделениями. А вот это сразу такой, может быть, не очень новогодний вопрос, но это по-прежнему проблема, что, хотя Мацонт, в общем-то, Московская область понятна, но все равно как бы Москва, Мацонт все рядом. Уходят куда? Ищут новое место работы или уезжают, или денег где-то им больше предлагают? Разные есть причины. Есть причины. Ну, во-первых, у нас на сегодняшний день, я вам даже хочу сказать, 72 женщины, сотрудницы нашего всего, находятся в декретном отпуске. Ах, так вот вы сами решили. Своим коллективом, да? Кто-то еще не рожал, то есть до родов, кто-то уже после родов, первый, второй, третий год. В общем, 72 человека находятся в декретном отпуске. Кроме того, есть люди, которые ушли на пенсию. Есть люди, которые по каким-либо причинам покинули наши стены, переехали в другой город или нашли другую более, ну, может быть, престижную работу. Есть тоже такое понятие, как карьерный рост. Но, тем не менее, коллектив в целом остался, как бы сказать, единым. Мы в этом году получили много нового оборудования, в частности, для ожогового центра, для отделения нейрохирургии, для оперблоков и, конечно, для реанимации. Вот сейчас мы об этом отдельно поговорим. Я все-таки хотел еще по поводу кадров, коль вы сами о них заговорили. Но если остается основной, значит, костяк, как обычно говорят, это значит, людям нравится работать именно с точки зрения подходов и интересности. Ну, мы же берем профессионалов, то есть интересно с точки зрения профессионала, интересно с точки зрения возможностей, которые дают, да, руководство и все вышестоящие начальники. И сама тема такая, которая, вот вы говорите, что открывается то-то, 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 и мы еще тоже об этом поговорим. То есть создаются условия для людей, для врачей, которые могут, ну, проявить себя, да? Так? Правильно? Да, вы знаете, сейчас в стране есть такой проект, называется «Наставничество». Год у нас педагога-наставника заканчивается. Да, заканчивается наставничество. И у нас в нашем лечебном учреждении очень хорошо организована вот эта система наставничества. Более того, хочу сказать, мы приняли участие во всероссийском конкурсе по наставничеству. И 23 ноября мы вот ездили для получения награды. Мы стали призерами конкурса наставничества в здравоохранении. И опыт нашего наставничества теперь будет распространен на другие лечебные учреждения Московской области. Поэтому, когда приходят новые сотрудники, это не обязательно молодой сотрудник после институтской скамьи. Это может прийти уже работник с опытом работать. Ну, и другой как бы, да. Да, но он вливается в наш коллектив, и он, конечно, должен знать нашу систему, нашу логистику, наши традиции. То есть всё полностью его окружают, конечно, наставники для того, чтобы он влился в коллектив, и чтобы ему было очень комфортно в нашем коллективе не только работать, но и жить, потому что мы живём на своей работе. 80% мы проводим в больнице, конечно. Чтобы ему было комфортно работать, чтобы он не покидал наш коллектив. И я хочу сказать, что сегодня работают 19 кандидатов медицинских наук, два доктора медицинских наук. И больница пользуется очень хорошей славой. И к нам... Сейчас, вы знаете, в Москве идёт такая реорганизация структур здравоохранения. Многие закрываются, объединяются. Кто-то остаётся, кто-то остаётся за бортом, если можно так сказать, или не может найти того места, который хочет найти. И вот к нам пришёл недавно очень знаменитый профессор, доктор медицинских наук, который занимался в Москве трансплантологией у детей, пересадкой органов. Он пришёл к нам работать. Он не будет у нас заниматься этим видом деятельности, у нас нет на это лицензии. Но, тем не менее, он чем ещё знаменит? Он делает очень уникальную операцию деток. Те, которые у нас в Московской области не делают нигде. Поэтому мы начинаем работать. То есть, ну, как бы вот такие приходят доктора, которые приносят. Ну, Мацунта, имя известно. То есть оно уже... Вот есть хорошее слово – популярность. В данном случае оно работает. И мне кажется, что наверняка люди к вам пытаются попасть. И есть ли очереди как-то? Есть ли какое-то... Может, там записываться куда-то нужно? Бывают вот какие-то проблемы? Да, проблемы, конечно, бывают. Если мы говорим о стационаре... Вот возьмём, например, отделение детской урологии. Оно единственное в Московской области. Больше детских урологов нет нигде в Московской области. Конечно, на плановую госпитализацию, то, что в плановом порядке проводятся всевозможные оперативные вмешательства и манипуляции, конечно, есть очередь. И она иногда достигает больше полутора месяцев. Что касается экстренной помощи, конечно, никакой очереди нет. Это, естественно, госпитализируются дети. Например, такое отделение, как травматология. Куда-то уже пришёл новый заведующий, молодой, приехал из Иваново, создал прекрасную команду травматологов у нас в больнице. И начал очень активно оперировать, внедрять новые методы оперативной помощи при переломах различной степени тяжести. И вот к нему тоже очередь. Она, конечно, не такая большая, но две недели на плановую госпитализацию пациентам придётся подождать, потому что именно в нашем учреждении проводится такая медицинская помощь. Ну вот тут ещё такой важный момент. Ваши, как скажем, подопечные, очень много было тоже представителей врачей разных направлений, и вспоминали о своих коллегах, и о том, как построена ваша работа. Но тут ещё очень важно, мне кажется, когда ты видишь, что врач не просто лечит, вот как лечил 10 лет назад, так и лечит, а то, что интересуется какими-то новинками, что следят за какими-то медицинскими журналами. И не важно, что сейчас у нас там сложности, например, в межгосударственном отношении, тем не менее, всё, что интересно, наверняка можно достать, почитать и попытаться, если не внедрить, то, по крайней мере, к рассмотрению. А давайте попробуем вот так. Есть ли у нас такая возможность? Ведь я когда-то на одной из первых наших встреч, у нас сегодня новогодний эфир, вам рассказывал, что я, например, в детстве, когда у меня были проблемы с медицином, меня спас как раз молодой врач, который только пришёл. И у меня почему-то психологически уже такая, что доверие к молодому, потому что он ещё должен тянуться. Вот как с научной вот этой точки зрения читают, проводятся семинары, ездит ли набираться опыта, профессиональный рост вот в этом плане? Врачи, все врачи, не могут жить и работать без того, чтобы себя образовывать. Самое лучшее образование – это самообразование. Когда доктор читает то, о чём вы говорите, когда доктор куда-то стремится попасть на какие-то семинары, конгрессы, мастер-классы и так далее. То есть он сам себя образовывает, а не так, как у нас принято, каждые пять лет на повышение квалификации. Да, обязательно. У нас есть здравоохранение во всём мире и в нашей стране идёт семимильными шагами. И, конечно, в нашем лечебном учреждении точно так же. Мои доктора ездят на всякие конгрессы, на семинары, мои доктора выступают с лекциями на конгрессах и внедряют всё это в практику. И даже я бы сказала молодым докторам, им сейчас интереснее быстрее что-то внедрить в практическую жизнь. Я даже могу привести пример. У нас есть, опять же, единственное в Московской области отделение хирургии новорождённых, где оперируют деток. В основном это дети, которые родились с различными пороками развития. С этими пороками развития совершенно спокойно можно жить, если провести хирургическую коррекцию. Так вот, у меня доктора внедрили ряд операций, которые у нас никогда в Московской области не делались. Они ездили специально в Питер, обучались, из Питера привезли. И вот есть такая одна операция по удлинению пищевода. Эту операцию даже не делают в Москве. А в области мои хирурги детские, ноонатальные, проводят эти операции. Эта операция проводится при таком заболевании, это отрезей пищевода, когда ребёнок рождается или с маленьким совершенно пищеводом, или с отсутствием пищевода. И вот они делают такие операции. Вот прекрасный финал первой части. Мы специально много уделили. Потому что мы как-то мало о самих врачах говорим. Всегда говорим об оборудовании, о технике, о приёме. Естественно, о пациентах никуда не денешься, потому что для них же всё это существует. О тех будущих пациентах, которые ещё не родились. Но очень важно, наверное, в этой новогодней программе было поговорить и конкретно о коллективе. Потому что и ваши коллеги здесь были, как я уже говорил, и мы видим, что работа идёт. Ну и популярность существует. Ладно бы там никто не знал, а мацом-то знают все. Сейчас сделаем перерыв, а дальше начнём пытать нашу гостью какое-то там оборудование, потому что есть у неё интересные рассказы про что-то новенькое. Ну и, конечно же, в финале программы поговорим о том, что нам ждать в будущем, как творческие медицинские планы в будущем 2024 году. Итак, дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Новогодняя программа. Мы как бы одной ногой в 2023 году, другой ногой в 2024, в хорошем смысле этого слова. Настроение праздничное. Но говорим мы о медицине, тем более, что в данном случае речь идёт о наших, о маленьких пациентах, и даже о тех, которые ещё не в курсе, что они будут пациентами, потому что они только на периоде зачатия. И это очень важно, потому что речь пойдёт об оборудовании и о новых каких-то технологиях, новых отделениях. Всё об этом нам рассказывает главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства, в народе больше известная как МОЦОМТ, Татьяна Николаевна Мельник, заслуженный работник здравоохранения Московской области и особенно нам приятно почётный гражданин городского округа Люберцы. Татьяна Николаевна, ну поговорили о людях, а теперь о железе, потому что, в хорошем смысле слова, об оборудовании, потому что мы тоже, ну даже простой человек сегодня, вот эти видосики, как молодёжь говорит, да, уча всего, там робот то делает, там то и так далее. А как у нас с этим? Тем более все переживают по поводу, ну всё-таки ситуация изменилась. Давайте так, отдельно об оборудовании поговорим, отдельно о лекарственных препаратах. Ну, я хочу сказать, что мы в своё время очень хорошо оснастились медицинским оборудованием, и сейчас тоже поступает медицинское оборудование, как бы там ни было, но оборудование поступает. В некоторых позициях бывают иногда какие-то перебои с запчастями, то есть если что-то выходит, но тем не менее фирмы с этим справляются, и как-то это пока ещё существует и присутствует. Каждый год мы получаем новое оборудование. Вы его заказываете, вы должны пройти какой-то реестр, вам могут и не дать его, потому что дадут кому-то другому. Конечно, каждое оборудование мы должны подать заявку в Министерство здравоохранения Московской области, и не просто подать, а обосновать, зачем нам нужно это оборудование, есть ли у меня врачи, которые умеют работать на этом оборудовании, какому контингенту пациентов, и какие операции или манипуляции мы будем делать, и какое количество. То есть рентабельно оно или нет. То есть это целая такая... Это целая история, да. Потом нас включают в программу, и потом уже по мере выполнения этой программы поступает это оборудование. То есть даже выбивать надо приходится, наверное, с помощью обаяния. Как всегда, всё, приходится, конечно, выбивать, доказывать, что именно мы. Но с учётом того, что всё-таки родовспоможение, особенности детства, это приоритетный, то мы стоим в место номер один. И если я приезжаю в Минздрав и начинаю доказывать, что мне вот это нужно, и я без этого не могу, то, конечно, нам идут в первую очередь навстречу. Хотя иногда бывает, говорят, нет, вы подождите, вот нам там нужно... В этом году он не стал исключением. Мы тоже получили новое современное оборудование, мы получили новые операционные столы, мы получили лапароскопическую стойку, мы получили бронхоскоп, мы получили гастроскоп, мы получили прекрасный аппарат-липотрептор. Что такое липотрептор? Это аппарат, который дробит камни. Единственный в Московской области. То есть у детишек уже камни есть? Да, да, липотрепсии. И мы вот ввели это оборудование в строй, и уже на сегодняшний день у нас проведено ряд оперативных вмешательств, при котором дробятся эти камни. В специальном центре как он называется? Он называется у нас... Ну, он ещё не получил статуса, но мы уже подали бумаги всем в Минздрав с просьбой, обосновали тем, чтобы нас обозвали вот именно центром липотрепсии. Дробятся камни, и это уже вы... И потом в виде песочка они самостоятельно выходят у пациентов. Такие пациенты, как правило, поступают ночью, экстренно, когда начинаются боли. Картина заболевания точно такая же, как у взрослых людей. Это сумасшедшие боли, это ребёнок не может найти места. А откуда в таком маленьком возрасте? Ну, я так немножко... Причина мочекаменных болезней очень много. Это инфекционное начало, это и эндокринологические, это и предрисположенность, всё что угодно. Там очень много причин. Но вы поняли, что необходимо такое отделение? Такое отделение необходимо было в Московской области давно. Просто у нас такого отделения не было нигде, и поток детей уезжал в Москву. Теперь мы сделали у себя это отделение. Спасибо Минздраву Московской области, правительству Московской области, потому что Андрей Юрьевич Воробьёв очень хорошо относится к нашей больнице. Он прекрасно знает нашу больницу и даже некоторых сотрудников по имени-отчеству. Он трижды был в этом году у нас в больнице. И вот благодаря вот такой поддержке правительства и Министерства здравоохранения мы, конечно, получили такое прекрасное оборудование. Я так понимаю, что и люди, которые могут работать на этом оборудовании, обучены. Они, естественно, уже до того в Москве проучились на хороших базах, они получили сертификаты, но и уже идут операции. К нам скорая везёт таких пациентов, и их оперируют тут же при поступлении. Опять же, я обращаюсь к нашим телезрителям. Мы часто и с вашими коллегами из Люберецкой областной больницы очень часто говорим, что если случается, в данном случае скорая помощь, как правило, скорее всего, будет решать, куда везти. Но, скажем, о других заболеваниях очень часто люди что-то в Москву, в Москву, как в знаменитом произведении, когда можно пойти в больницу, которая находится в Московской области, и, может быть, даже и лучше сделают, потому что в Москве по-своему там свои, так сказать, правила существуют. Поэтому очень хорошо, когда количество отделений растёт, и вот такие даже неожиданные, может быть, для каких-то людей, кто не сталкивался с этим, что вот у деток такое может быть. Тут иногда до 60 лет тут будет человек доживать, никаких камней нет. Да, это бывает у деток, и даже маленьких деток. Что ещё тогда открылось, или что планируется открыться? Значит, планируется у нас открыться на нашей базе Центр детской хирургии. Да, вот это очень важно. Московский областной центр детской хирургии. Что это такое? Это будет такая структура, в которую будут входить несколько хирургических профилей. Это детская хирургия, это комбустеология, ожоги, это урология и травматология, и хирургия новорождённых, конечно. То есть это вот единый такой центр, который будет консультировать всех пациентов по Московской области, при нём будет создана выездная консультативная бригада. То есть мы будем, если где-то в какую-то больницу попал ребёнок, и прежде чем его транспортировать к нам, возможно, что он нетранспортабельный, то есть нельзя его довезти. Надо ехать к нему. Да, надо ехать к нему, то мои доктора в течение 24 часа на 7 выезжают для того, чтобы или на месте оказать помощь, или подготовить к транспортировке, транспортировать их к нам, и у нас уже оказывать помощь, потому что наша база, она, конечно, лучше всех оснащена, и, конечно, полный набор всех специалистов имеется, которые работают в круглосуточном режиме. У нас в круглосуточном режиме работает КТ, 2МРТ, рентгенслужба, ультразвуковая диагностика, гастроскопия, бронхоз, это всё в круглосуточном режиме. Это дорогого стоит, потому что в Московской области есть ещё больница детская в городе Подольске, она небольшая, и есть маленькая детская больница в городе Клину. Вот, это малокоечные, которые... И есть при взрослых больницах, например, несколько коек детской хирургии. То есть это вот довезти, если нельзя довезти куда-то. Ну, понятно, да. Травматология. Если довезти, ну, нельзя довезти куда-то, да. То есть нужно сначала туда. Ну, а вот такой вот набор, который и специалистов, и оборудование, и сама система, сама служба вот эта, которая работает в течение круглые сутки, в течение всего года, она существует, конечно, только у нас. Вот вы интересную тему затронули, сейчас мы вернёмся ещё к тому, что, может, там новенькое ещё что-то, из них всё рассказывали. Тема консультации, потому что вы назвали, да, опять же, состав людей, и если это будет, вот, воплощена эта идея, будут хирурги, потому что у нас тут много тоже было хирургов разных, детских, травматологов, и ожоговых, и даже были хирурги пластики, то есть пластическая операция из разных, так скажем, направлений. Мы понимаем, что хирургия тоже делает какие-то невероятные семимильные шаги, но я как-то там задавал вопрос, а со скальпелем кто-то умеет и с хирургов-то работать? Ну, то есть, есть разные направления, и консультация, наверное, очень важный элемент, да, в работе медика. Московская область огромная, и если действительно вам удастся, вот это, чтобы мобильная группа могла быстро, да, да, мы планируем сделать такую выездную бригаду. Ну, жители наши видят, что у нас садятся вертолёты. Да. Постоянно это как раз вот тетяга. Мне кажется, это будущее медицины, потому что есть возможность перемещаться быстро. Быстро транспортировать этих детей. Вот, это медицина-катастрофа, и если хорошая погода, если не закрыто небо у них, то вы видите, бывает и по пять, и по шесть вертолётов, садятся на вертолётную площадку. Это привозят, конечно, самых тяжёлых детей. Это детей после ДТП привозят, это ожоговых детей привозят, и другие состояния, которые перемещением на машине скорой помощи удлиняет перемещение, а ему нужно быстрее вертолётом. Это, конечно, намного быстрее. Кстати, не могу не задать вопрос, как-то так он должен был прозвучать. А чем больше всего сейчас дети болеют? Почему? Потому что мы же, во-первых, вошли в эпоху гриппа. Я тут всё время читаю, ковид вроде как процент растёт, при этом все главные врачи говорят, что не, не, всё нормально. То есть да, растёт, но так и должно быть. Это то, что касается ковида, 19. Грипп, он с нами всегда, он никуда не делся. А тут ещё корь добавилась. Вот, но я понял, что мы вроде бы как люди советские, нам корень страшна, а вот детям молодым или там университеты закрывают, переводят на дистант и так далее. Чем болеют в течение года дети и что сейчас вот в этом новогоднем этапе? Вы знаете, вот пользуясь случаем, я хотела бы вот, если меня будут слушать наши жители, не только наши жители нашего округа, какие дети чаще всего поступают в детскую больницу. Это ДТП. Это самое частое поступление детей. Ну, во-первых, потому что единственное отделение нейрохирургии. Так. Вот. Это не обязательно сбила машина. Это упал на самокате, столкнулся с деревом, на велосипеде. Я уже не говорю о автомобильных ДТП. Это тяжелейший контингент детей, потому что идёт не только травма головной, черепа и головного мозга, но идёт травма рук, ног, грудной клетки и даже внутренних органов. На втором месте чаще всего поступают дети, которые любят проглотить что-то. То есть это малыши, которые глотают, вы не поверите, что... К нам привозят детей, которые проглотили, например, 10 магнитиков. Это самое страшное, потому что магниты слипаются в желудке, они начинают выделять кислоту, и если их вовремя не удалить, то может быть перфорация желудка. Я ж плохо стал. Это дети, которые проглатывают лего или же проглатывают таблетки, которые родители не прячут. Они в зоне доступа, и дети не понимают и начинают заглатывать родители. Ну, увидели, что надо. Да, и начинают заглатывать вот эти вот таблетки. Вот идут сейчас новогодние праздники у нас наступают с вами. Это дети с ожогами. Сейчас начнут петарды. Пиротехника, да. Петарды – это поражение. Родители не следят за тетьми. И, конечно, костры. Очень часто, очень много поступает детей термический ожог с жидкостью. Облил на себя чай. И тому... Вот сейчас в центре лежит очень тяжелый ребенок, тяжелейший ребенок, у которого 60% ожогов кипятком. Девочка трех лет. 60% ожога кипятком. Ребенок очень тяжелый. Вот, чтобы вылечить таких детей, или, как мои анестезиологи говорят, вытащить, на него нужно потратить не только много сил и знаний, а, конечно, и очень много финансовых средств, потому что это огромный арсенал медикаментов, расходного материала и так далее, и тому подобное. Год у нас был еще, если так можно сказать, не знаю, правильно это будет или нет, урожайный по зацеперам. У нас в этом году поступило 6 зацеперов. Это те, которые катаются на электричке. Двоим детям были удалены по одной верхней конечности полностью, одному ребенку были удалены две верхние конечности. То есть такое поражение электрическим током. Вот это вот такое вот самое частое, что привозят. Ну, помимо травмы, перелома и так далее, часто привозят к нам деток. У нас отделение неврологическое, которое специализируется по таким заболеваниям, как вегетососудистая дистония у детей, и гипертония. У детей тоже бывает и вегетососудистая, и гипертония. То есть все болезни немножечко так молодеют. Да, болезни молодеют. И в этом году у нас прошло несколько случаев инсультов у детей. Причем один инсульт был у ребенка одного года. Вот вы сейчас нас прям немножко запугали. Я немножко напугала, а я говорю это к тому, что дети должны ежегодно проходить диспансеризацию. Мамы и папы, а если не мамы, не папы, то бабушки или дедушки, должны найти время, чтобы привезти ребенка в поликлинику. Что касается ковида и гриппа, значит, у нас прошла вакцинация, вакцинация против гриппа. И вы знаете, я хочу сказать, что вот в этом плане, наше детское население в районе, у нас очень хороший процент вакцинации. У нас 96% прошли вакцинацию. Это хороший процент. И мы, врачи, радуемся, что, наверное, родители как-то начали понимать, что вакцина, это не зло, а это добро. И самое время, наверное, поздравить с 24-м годом. Вот у нас есть специальная камера. Можете обратиться. Татьяна Николаевна Мельник, вам слова. Дорогие жители Люберецкого округа, я хочу вас от всей души поздравить с наступающим Новым годом. Не смотрите, что это год высокосный. Как вы себя поведете в этом году, чего вы себе пожелаете, и какое у вас будет настроение, такой и будет год. А высокосный он или нет, это просто какие-то предрассудки. Я хочу пожелать вам здоровья. Это в первую очередь здоровья вам, вашим детям, всем вашим близким, чтобы никогда болезнь не переступила порог вашего дома. Я хочу пожелать вам счастья. Пусть оно будет хорошим, большим и всегда присутствует. И самое главное, распространится на вас на всех. Будьте здоровы, счастливы в новом 2024 году. Татьяна Мельник, главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства. Большое вам спасибо. И вас, и всех ваших коллег тоже. С Новым годом. Это была программа «Открытый диалог». Прислушайтесь ко всем советам, потому что дети – это наше всё. С вами был Николай Пивненко. Программа «Открытый диалог». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова